Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Президент Молдавии Майя Санду провела совещание с представителями энергетических ведомств на предмет активизации работы по объединению электросетей Республики Молдова и Румынии. По её словам, для республики это является одним из важнейших проектов развития, который решит проблему зависимости от электроэнергии из одного источника. В течение трёх десятилетий эта зависимость использовалась коррумпированными политиками, которые похищали у потребителей электроэнергию с помощью различных схем и ставили под угрозу энергетическую безопасность страны, заявила Санду. В этой связи президент поручила Министерству экономики и финансов, госканцелярии и госпредприятию Молдэлектрика дать подробные разъяснения по поводу задержки реализации проекта. Она потребовала принять все меры для решения проблем, стоящих на пути реализации намеченного. Согласно дорожной карте, по объединению энергосистем, одобренной правительством в 2015 году, двухпозиционная электростанция Вулканештах и линия электропередачи Вулканешт и Кишинёв должны были быть введены в эксплуатацию ещё в 2019 году. Но вот мы в 2021, а работы не начаты. Кроме того, поскольку парламент ратифицировал кредитные соглашения для финансирования проекта ещё в 2017, государство выплачивает процент из-за обслуживания этих кредитов. Есть задержки, которые нам слишком дорого обходятся, заключила Майя Санду. Ранее консультант по энергетической политике президента Молдавии Сергей Тефилат заявил, что монополия на рынке электроэнергии в Республике Молдавия – это схема, которая помогла Кремлю навязать авторитарный режим в Приднестровском регионе и заставить Кишинёв его финансировать. По его словам, ситуация может измениться только за счёт диверсификации источников электроэнергии, особенно за счёт строительства межсетевых сетей с Румынией. Тефилат пояснил, что Приднестровье более 10 лет не платит за потребляемый российский газ, получаемый по контракту, заключённому между Молдова ГАЗ и Газпромом РФ. Этот газ используется расположенной в левобережном регионе Молдавская ГРЭС для выработки электроэнергии, которую дальше продают Молдавии. Включаем свет, оплачиваем счёт, деньги идут на МГРЭС. «Они оплачивают газ по минимальной цене Террасполю на так называемый специальный газовый счёт, а оттуда эти деньги идут дальше в бюджет сепаратистам. И мы накапливаем долги. Мы финансируем сепаратистскую систему и накапливаем долги», – резюмирует Сергей Тефилат. Как сообщила ЕА Дейли, газовый долг Приднестровья – более чем 5,5 миллиарда долларов. Перед российским концерном «Газпром» плюсуется к общему молдавскому. В итоге получается сумма около 7 миллиардов 200 миллионов долларов. Руководство Республики Молдова неоднократно обращалось к руководству РФ с просьбой о реструктуризации, отказываясь признавать его Приднестровскую часть. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok